Проект Ларисы Ивановой «Саровский ключ» сначала выходил на экраны как телевизионная передача. Журналистка рассказывала зрителям о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, а также о нравственной составляющей личности. Идея воспитания души человека на основе традиционных ценностей легла в основу педагогической деятельности Ларисы Ивановой. Женщина стала автором уникальной методики, которая получила свою реализацию в проекте «Саровский ключ». Это интегрированный способ воспитания образа личности средствами массовой информации и коммуникации. И тот вопрос в 21 веке, человек – ты кто? Для чего в этом мире? Как проживаешь? И вы знаете, самое интересное и важное – это дети в сегодняшнем времени. Что такое семья, дом, очаг? Как выстроить отношения между поколениями родителей и детей? Как научиться слышать и чувствовать своего ближнего? На эти вопросы Лариса Сергеевна ищет ответы на встречах с ребятами посредством нестандартных приемов на раскрепощение, внимание, эмоциональный отклик. В рамках своей методики Лариса Иванова сотрудничает и с доктором медицинских наук Анатолием Карповым. Для того, чтобы быть утешенными и успокоенными в доме, в семье, чрезвычайно важно не только обращать внимание, но и особо тонко с чутьем относиться к тем, кто маленькие, малыши, потому что они очень чуткие, они стремительные и они очень внимательные. С проектом «Саровский ключ» Лариса Иванова открыла череду встреч с воспитанниками Центра внешкольной работы. Женщина занимается с детьми из клубов по месту жительства. Каждая такая встреча обычно не занимает много времени, но приносит для ребят много новых впечатлений. Впечатления очень хорошие, мне нравится такой формат, очень интересно слушать все эти рассказы, впечатляют очень, когда рассказывают, проговариваешь какие-то слова. Мне эта встреча понравилась, потому что с помощью такого формата встречи мы начинаем друг другу доверять, понимать и слушать. С помощью такой встречи мы учимся начинать понимать друг друга и доверять. Если мы будем доверять друг другу, то у нас будет намного лучше отношение с окружающими. Лариса Иванова планирует продолжать встречи в клубах Центра внешкольной работы, а также провести подобные мероприятия и с родителями. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.